Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Обсудили актуальные вопросы, касающиеся потребления и незаконного оборота наркотиков, а также планы работы на будущий год. В мэрии Самары под руководством главы города Елены Лапушкиной прошло заседание антинаркотической комиссии. Динамично развивающиеся компании, готовые заявить о себе. В Самаре отметили лучших представителей бизнес-сообщества. Воспитание патриотизма и сохранение православной веры. В Самарской духовной семинарии открыли два новых зала Епархиального церковно-исторического музея, о чем рассказывает экспозиция. Региональные службы и коммунальщики муниципалитетов продолжают работать в сложных погодных условиях. В области действует желтый уровень опасности. С 20 ноября выпала уже почти половина месячной нормы осадков. Расчистке дорог федерального и муниципального значения в текущих погодных условиях было посвящено оперативное совещание правительства Самарской области, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. Подробнее в нашем материале. На оперативном совещании в правительстве региона с докладом о работе коммунального комплекса в условиях обильных осадков выступил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Владимир Василенко. Он сообщил, что по оперативным данным больших сбоев в работе предприятий сферы ЖКХ не было. В селе Ягодное Ставропольского района, где произошли сбои в подаче воды, провели необходимые работы. Сейчас только два дома остаются без водоснабжения. Сегодня эту проблему решат. С этим мы разбираемся. Сегодня восстановят в этих домах и тема будет закрыта по воде. Больше сбоев по части коммунального ресурса не было. В губернии из-за непогоды временно закрыли 21 школьный маршрут, относящийся к 15 образовательным учреждениям. Об этом сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Губернатор поручил вместе с директорами учебных заведений и главами муниципальных образований разобраться в обоснованности мер, изучить возможность восстановления движения автобусов. Иван Иванович, вместе с муниципалитетами, по всем школьным маршрутам отдельно отработать, если надо помочь им, если сами не справляются. Ну, чтобы школьные маршруты все работали. В регионе из-за метелей ветра закрыли проезд на участках трасс М5 «Урал» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в направлении Саратова. Под Сызранью образовался затор. Больше груза и автомобили решено пропускать через Ульяновскую область. Об этом доложил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин. Он пояснил, что закрыли проезд на территории Ульяновской области. Но так как обход Сызрани заканчивается федеральной дорогой, весь транспорт скопился на территории Самарской области, на региональной трассе. Дмитрий Азаров поручил главе Минтранса держать ситуацию на контроле. По федеральным дорогам держитесь на контроле. Тоже вместе с коллегами отрабатывайтесь. Конечно же, это не должно коллапс устроить на территории региона. Нужно вместе с муниципальными образованиями, на территории которых ограничения вводятся и на территории которых скапливается техника из-за ведения ограничений на соседних субъектах Российской Федерации, нужно отработать и станции обогрева, и возможность подвоза горячей воды, чая, закусок. Погодные условия непростые. Федеральные ведомства и учреждения принимают решение о закрытии даже части дорог федеральных. Значит, мы должны быть готовы людей обеспечить. По итогам совещания губернатор поручил главу муниципалитетов держать вопрос с расчисткой дорог на личном контроле и координировать службы, а Министерству транспорта следить за ситуацией на федеральных трассах, где введено ограничение движения, чтобы водители не остались без помощи в снежном плену. Виктория Шара и события. В Самаре за последние сутки очищать улицы от снега вышли 475 единиц техники и более 3,5 тысяч дворников. Актуальные задачи обсудили на рабочем совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Андрей Горгуленко подробнее. Во дворе дома по улице Пушкина в Ленинском районе города техника работает с самого утра. Здесь небольшой погрузчик быстро счищает снег с проезда и парковочных мест, а дворники лопатами помогают там, где не проедет техника. Подобную картину можно было увидеть и по другим адресам. Всего к полудню более 90% входных групп были очищены. Проезды и тротуары были освобождены от снега на 75%. Все работы контролируют специалисты районной администрации. Управляющие компании и ТСЖ обязаны выходить начиная с 5 утра на расчистку своих территорий. Контроль мы проводим совместно с представителем МП ГАТИ и к нам еще подключаются назорные органы. Это представители прокуратуры. В ходе проверок мы фиксируем во дворах, как ведутся работы. Продолжать проверки управляющих компаний и муниципальных служб благоустройства, с главами внутригородских районов и профильных департаментов. Она отметила, что координация всех работ и компаний, которые выполняют их, это зона ответственности районных администраций. Давайте напомним нашим управляющим компаниям, что во время снегопада, во время таких ситуаций, выход на работу, конечно, до момента, когда все наши жители сами будут идти на работу. В 5-6 часов. Ну и, соответственно, сделать график дежурства своих специалистов, чтобы проверять выход управляющих компаний. Если к работе управляющих организаций есть нарекания, то нужно выносить предписания. В случае явных нарушений привлекать к административной ответственности. Жалобы от жителей идут и жалобы обоснованы. Поэтому, что я вас прошу. Все равно вы проверяете управляющие компании, вы проверяете работы МБУ своих. Поставьте себя в приоритет и объехать все объекты социальной сферы и проверить подходы, подъезды, тротуары и так далее. Если есть замечания, вот в зоне ответственности с теми людьми и проговаривают. Ответственность управляющие компании все равно должны нести. Также глава города отметила, что необходимо увеличить количество техники на улицах и во дворах. Привлекать дополнительные машины будут совместно с предприятиями города, чтобы в период обильного снегопада охватывать как можно больше территории для уборки. Основная задача, которая сейчас стоит перед ответственными за уборку службами, мобилизация всех сил и ресурсов. Особое внимание необходимо уделить расчистке от снега и обработке противогололедными материалами дорог и тротуаров, остановочных павильонов, пешеходных переходов, лестничных сходов, подъездов и подходов к соцучреждениям, входных групп подъездов, многоквартирных домов, придомовых территорий. Всего за последние сутки на территории города трудились более 475 машин спецтехники и более 3,5 тысяч дворников. В Самаре отметили лучших представителей бизнес-сообщества. Ими стали динамично развивающиеся компании, готовые заявить о себе как о визитной карточке региона. В седьмой раз в Самаре прошел конкурс «Достояние губернии». Кто они? Двигатели прогресса и инвестиционной привлекательности Самарской области узнала Галина Топилина. 305 заявок от компании из 19 муниципальных образований Самарской области, 11 номинаций. В этом году конкурс «Достояние губернии» собрал рекордное количество участников. Ими стали представители малого, среднего бизнеса и крупные предприятия региона. Они динамично развиваются, идут в ногу со временем и выдвигают Самарскую область до первой позиции в рейтинге инвестиционно привлекательных регионов Российской Федерации. Мы точно знаем, что все, кто здесь присутствуют, это цвет и краса Самарской области, а может быть и всей Российской Федерации. Поэтому то, что сегодня мы здесь в одном месте собрались к вопросу о том, что мы понимаем друг друга, мы находимся на одной волне. И эта волна, это волна динамики развития нашего региона. Компания Елена Матвеевой производит светодиодные светильники и второй раз участвует в конкурсе. По словам Елены, для самарских организаций участие в конкурсе «Достояние губернии» – большая честь. В этом году мы очень мощно рванули. У нас очень резко было развитие производства. И я думаю, что члены жюри по достоинству оценили нашу работу в этом году. По словам организаторов и партнеров конкурса, в этом году для победы важным критерием стали конкурентная способность продукции на отечественном и международном рынках, импортозамещение и ориентир на потребности людей. Я уверен, что нет одного единого рецепта. Безусловно, это нужно быть полезным нашему региону. И если наши жители выбирают продукцию наших предпринимателей, их услуги, делают их заметными на нашем региональном рынке, это, конечно, правильный путь для того, чтобы стать номинантом или победителем в этом конкурсе. Премия «Достояние губернии» проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты Самарской области, общественной палаты и регионального правительства. Это мероприятие, которое кому-то дает ориентир в жизни, кого-то воодушевляет, кого-то наводит в какие-то мысли подумать о том, чем можно еще заниматься интересным. И вообще как бы гордиться за наших земляков, которые добиваются результата, прославляют наш регион, вносят вклад в его развитие. Количество достойных людей все растет и растет. Это позволяет развиваться экономике региона, это позволяет выходить на другие регионы, тем самым привлекать инвестиционный потенциал и увеличить инвестиционный потенциал Самарского региона. Во время церемонии отметили и роль средств массовой информации в развитии бренда Самарской области и инвестиционной привлекательности региона. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Употребление и незаконный оборот наркотиков. Такие вопросы обсудили во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии Самары. Совещание прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. Участие приняли представители профильных департаментов, внутригородских районов, прокуратуры, управление МВД России, сотрудники медучреждений и Росгвардии. Обсудили во время комиссии планы работы на будущее 2024 год. Тема продолжит Ольга Павлова. Последнее в этом году заседание антинаркотической комиссии началось с торжественного поздравления и вручения дипломов победителям конкурса рисунков и художественных работ «Дети Самары за жизнь без наркотиков». Памятные подарки вручали воспитанникам детских художественных школ и школ искусств. Спасибо вам огромное. Большое дело вы делаете. Надеюсь, что вы и в дальнейшем будете принимать участие. Своих одноклассников приглашаете. В ходе заседания члены комиссии обсудили актуальные вопросы, направленные на потребление незаконный оборот наркотических средств и обсудили планы работы на будущий 2024 год. Как и прежде, приоритетным направлением в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков является пресечение деятельности организованных преступных сообществ. За 9 месяцев 2023 года на территории города Самары расследовано 671 преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Выявлено 81 лицо, совершившее преступление указанной категорией. Сотрудниками администрации внутригородских районов Самары совместно с отделом полиции, управляющими компаниями и ТСЖ на постоянной основе проводится мониторинг территорий на предмет несанкционированных граффити, на фасадах многоквартирных домов, зданий и сооружений, а также на тротуарах с целью выявления рекламы наркотических средств и пресечения фактов их употребления и незаконного оборота. В текущем году на отчетную дату на территории Октябрьского внутригородского района выявлен 251 факт несанкционированного нанесения граффити на фасадных многоквартирных домов. Административной комиссии Октябрьского внутригородского района было возбуждено и рассмотрено 15 административных дел. Следует отметить, что при выявлении фактов административных правонарушений юридические и должностные лица в течение времени, установленных законодательством, для устранения указанных фактов устраняют выявленные недостатки. Кроме того, в целях профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, районными администрациями созданы отдельные чаты в мессенджерах, в которые включены управляющие микрорайонами, председатели ТСЖ, сотрудники управляющих компаний. Любой житель района может сообщить о незаконном использовании для сбыта наркотических средств жилых и нежилых помещений. В администрации города напоминают, обо всех фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, можно сообщить анонимно по телефону 337 36 26. Ольга Павлова, Константин Головин, События. Фракция «Единая Россия» внесла дополнительные поправки к областному бюджету на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. В частности, средства планируют выделить на оздоровление и досуг детей в возрасте от 6 до 18 лет. 450 миллионов рублей будут направлены на развитие инфраструктуры, стационарных лагерей и детский отдых. Все детали в нашем сюжете. Директор лагеря «Волжанка» Юлия Федорова рассказывает председателю Самарской губернской думы Геннадию Котельникову, как им видят оздоровительные учреждения в ближайшей перспективе. Средства, которые выделялись на обновление и ремонт лагеря из областного и городского бюджетов, успешно реализованы. Здесь появились благоустроенная территория, кабинеты массажа, водолечебница. Были отремонтированы столовая и игровая комната. И сейчас планируется открытие центра досуговой жизни, о котором мы очень долго мечтали. Это большая наша потребность. Это будет очень большой прорыв в нашем оздоровлении, в отдыхе детей в организации. Обновление и ремонт детских лагерей – приоритетная задача для областных парламентариев. Фракция «Единая Россия» внесла дополнительные поправки к областному бюджету. 450 миллионов рублей направят на развитие инфраструктуры стационарных лагерей. Дети, помните выражение было в советском районе, цветы жизни. Так вот цветы могут расти только в хорошем условии. Я сделаю все, чтобы для этого строящегося объекта выделялись и средства, и все, чтобы было современно, и чтобы было все достойно. Ольга Павлова, Петр Паломеев, События. Жители Самарской области сегодня писали всероссийский экологический диктант. В этом году у него юбилейная дата. Пять лет прошло с момента проведения первоподобного испытания. В Самаре диктант прошел на базе детского эколого-биологического центра. Участниками стали школьники всех возрастов, студенты и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Они пришли на испытания вместе со своими родителями, опекунами и кураторами. В центре ЮНАТОВ побывала и наша съемочная группа. Трудно представить современный мир без экологов. Эти специалисты следят за здоровьем нашей планеты, заботятся о чистоте воздуха, воды и почвы. Все это напрямую влияет на нашу жизнь. С каждым годом появляется все больше энтузиастов, которым небезразлична природа и бережное к ней обращение. Статистику подтверждает количество участников ежегодного всероссийского экологического диктанта. Только в 2022-м в испытании приняли участие больше 4 миллионов человек. В Самарской области больше 150 тысяч. Регион по праву может назваться одним из лидеров экологического просвещения. Наш регион вошел в топ-4 среди регионов России. В этом году мы надеемся побить рекорд, войти уже в топ-3. Экологический диктант Самарской области поддерживается на высоком уровне. Это и наше министерство. Прежде всего, Министерство образования и науки Самарской области поддерживается корпорациями. Тест экологического диктанта состоит из 25 вопросов. Здесь и сохранение озера Байкал, и правильная утилизация бытовых отходов и электроники. В этом году в перечень тестов включены вопросы, которые касаются новых регионов России, особенностей их экологии. Экологический диктант уже на территории как Самарской области, так и России в целом проходит уже пятый год, то есть юбилейный, так сказать. Экологический диктант направлен на повышение уровня экологической грамотности как и детей, молодежи, так и педагогов, всех заинтересованных в данной сфере для каждого слоя населения. В Самаре площадкой проведения экологического диктанта в этом году стал областной детский эколого-биологический центр. Впервые испытания проходят дети с ограниченными возможностями здоровья. У них те же задания, что и у других участников, только помогают отвечать на вопросы родители, опекуны и кураторы. Эти детки приходят к нам на практику, получают азы профессии, они у нас занимаются, посещают все наши мероприятия и сегодня покажут свои знания. А родители и их кураторы, конечно же, им помогут. Традиционно участие в диктанте принимают и школьники, учащиеся младших классов среднего и старшего звена. Посещают площадку и студенты профильных специальностей – будущие экологи Самары. После прохождения испытаний и проверки результатов специалисты подведут итоги. И уже через месяц мы сможем узнать, какой регион России самый просвещенный в вопросах экологии. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. В Самарском доме актера прошел концерт «Голоса времен». Музыкально-литературную программу подготовили в рамках патриотического проекта «Обыкновенные герои». Он был создан в поддержку бойцов спецоперации. Артисты, спортсмены, актеры и художники будут совершенствовать сценарий выступлений, а в конце декабря представят свою работу в Москве. Член Союза художников России Александр Бондаренко рассказывает студентам самарских учебных заведений о своих картинах. Экспозиция представлена на площадке «Дома актера» в рамках большого проекта «Обыкновенные герои». Большинство работ посвящены сюжетам, навеянным специальной военной операцией. Вот наше поколение, мои родители, мама участник Сталинградской битвы, и как раз ее призвали в это время на фронт. И поэтому я как бы из рук того поколения держу буквально в руках эти эмоции, которые меня до сих пор волнуют. Я думаю, что вот эта программа, этот проект, это проект для молодежи. Проект «Обыкновенные герои» запущен в рамках Всероссийской программы военно-патриотического воспитания. В «Доме актера» студентам представили концертную программу «Голоса времен». Со сцены звучали песни периода Великой Отечественной и литературные композиции, посвященные бойцам СВО. Один из авторов проекта, преподаватель Самарского музыкального училища Татьяна Тумбинская, написала целый цикл музыкальных композиций. Проект родился как поддержка нашим бойцам, нашим защитникам, добровольцам, военнослужащим, мобилизованным в наше трудное время. Это наш творческий опыт на эти события. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Уникальные исторические артефакты, документы, личные вещи священнослужителей. В Самарской духовной семинарии открыли два новых зала Епархиального церковно-исторического музея. Церемонию возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Экспозицию музея в числе первых увидела и съемочная группа событий. Воспитание патриотизма через изучение подлинной отечественной истории, через знакомство с биографией и трудами выдающихся служителей Русской православной церкви XX века. Две новые экспозиции появились в Самарском епархиальном церковно-историческом музее, которые рассказывают об истории Самарской епархии с 1941 года по настоящее время. Церемонию открытия возглавил глава Самарской митрополии и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Дело воспитания патриотического, прежде всего, то, чтобы историческая память сохранилась в нашем народе. Я думаю, что в перспективе мы будем еще больше расширяться, потому что музей востребован и вошел в каталог наших русских музеев. И, конечно, есть уникальные вещи, поэтому, я думаю, это хороший признак того духовного оздоровления нашего молодого поколения. Центральный раздел экспозиции посвящен деятельности РПЦ и Куйбышевской епархии в годы Великой Отечественной войны. Здесь представлены портреты и личные вещи священнослужителей, которые сражались на передовой. А во втором зале воссозданы келья митрополита Иоанна, который возглавлял Самарскую епархию в 60-е и 80-е годы прошлого века. Святой уголок с иконами, перед которыми митрополит молился, книжный шкаф, сделанный своими руками, физгармония, документы, фотографии. Совершенно уникальная вещь – это коврик с изображением сцены посещения Иисусом Христом Марфы и Марии. Это точная копия с картины Семирадского, но написал эту копию родной брат Владыки Иоанна, и поэтому он очень им дорожил. Ну и, конечно, сама обстановка этой кельи уникальна. Он был митрополит, выше только патриарх. И при этом вот такая скромность во всем. Открытие новых залов дает возможность приобщения жителей и гостей Самары подрастающего поколения к подлинной отечественной истории, культуре и традиции, отмечают организаторы. Проект был осуществлен при поддержке фонда президентских грантов. Посетить музей могут все желающие. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев, События. Зарядили бодростью и поддержали морально. В военном госпитале Самары прошел концерт для поддержки военнослужащих Центрального военного округа, принимавших участие в спецоперации. Подробности в нашем сюжете. В клубе при военном госпитале Министерства обороны Российской Федерации прошел концерт для раненых бойцов, военнослужащих Центрального военного округа, принимавших участие в специальной военной операции. Концерт был организован творческим коллективом Дома офицеров Самарского гарнизона. Каждую неделю коллектив ОДО формирует небольшие творческие группы, которые приезжают, чтобы выступить для моральной поддержки бойцов СВО и их психологической разрядки. Для их моральной поддержки, для психологической разрядки мы разнообразные программы формируем, танцы, песни, инструментальную музыку приводим. Они исполняют как патриотические песни, так и популярные, чтобы ребятам они были узнаваемы, чтобы они могли подпеть с ними. Мы решили, что такой формат будет оптимальным. Совмещать патриотику и эстрадную. В этот раз на сцене клуба при госпитале пела мини-группа под названием «Позывной 3-15». Она сформирована из трех военнослужащих 15-й Александрийской бригады. После окончания концертной программы спортсмены и воспитанники спортивной школы филиала Центрального спортивного клуба армии в Самаре передали военнослужащим конверты со своими рисунками и пожеланиями. Андрей Бессонов, Виктория Шарая. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Подробные информации нужно обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Администрация железнодорожного района Самары сообщает о том, что для укрепления благополучия многодетных семей предоставляется единовременная социальная выплата на приобретение строительства жилья семьям, имеющим пять и более детей. Ознакомиться со всей информацией об этой выплате можно на сайте администрации Самары. Подробную консультацию также можно получить по телефону 310-3135. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что один из благотворительных фондов приглашает жителей Самарской области поучаствовать в интересном проекте. Фонд собирает реальные истории о вас и ваших старших, которые были и есть рядом, о вас самих и вашем отношении к возрасту, к вертикали семьи и рода. Присылайте свои истории. Какие-то из них станут театральными постановками, их выберут театры, участвующие в проекте. Другие просто останутся в вашей истории жизни, и вы будете хранить их и передавать своим близким. Обычные истории – это проект возможностей для небольших театральных коллективов Самарской области и людей, кому важен диалог о ценностях возраста и понимании поколений. Подробные информации на сайте проекта обычныеистории.рф. Проект реализуется благотворительным фондом при поддержке Минэкономразвития Самарской области. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи. Продолжение следует...